Библейский портал экзегет.ру представляет Туда к себе в Вавилонию Есть некто Гидалия Это их наместник, их пособник Который управляет Оставшимся населением Ну и вокруг него уже начинаются Какие-то интриги, кто-то говорит, что заговоры Плетутся, кто-то собирается его убить Сам Гидалия не знает Как на это реагировать Ну что вот Уже рухнула государственная власть Полноценная, остался кто попало И ведут они себя как придется Поэтому ничего удивительного, что между ними Такие кровавые раздоры Итак В седьмом месяце в Мицпу Ну это собственно административный теперь центр Иерусалим-то разрушен К Гидалии сыну Ахикама пришел Измаил, сын Нетынии, внук Элишама С десятью своими людьми Был он царского рода из числа царских сановников Что-то собираются остатки тех Кто не был угнан в Вавилонию Из элиты Гидалия и Измаил вместе перевали в Мицпе Вот Измаил, сын Нетынии Десять человек, что были при нем Поднялись и убили мечами Гидалию, сына Ахикама, внука Шафана Убили того, кого царь Вавилонский Назначил правителем над страной И всех аудеев, которые были при Гидалии В Мицпе убил Измаил А также воинов-халдеев, которые там находились Патриот, казалось бы Поднимается на партизанскую борьбу Против вавилонских захватчиков Не так ли? На следующий день после убийства Гидалии Когда еще никто ничего не знал Пришли 80 человек из Шихема Лома и Самарии Основные города, которые после Иерусалима Остались вообще в этом регионе Бороды у них были сбриты Одежда разорвана Тела покрыты порезами Они несли хлебные дары и благовония Для Дома Господнего, которого больше нет Измаил, сын Нетынии, вышел из Мицпе Он шел и плакал, когда приблизился к ним И сказал Идите к Гидрии, сыну Ахикама Которого он только что убил Как только они вошли в город Измаил, сын Нетынии Со своими людьми перебил их А трупы бросил на дно ямы для воды Десять человек из этих 80 Взмолились к Измаилу Не убивай нас Есть у нас тайники в поле Там зерно, ячмень, оливковое масло и мед Смотрите Ну уже пошла такая гражданская война Гуляй поле То есть пограбить, поубивать Царь мешает Даже не царя, а просто так Какая-то фигура с властью Кто-то там, кто не позволяет Давайте его для начала убьем Да и вообще всех убьем Хотя вот откупиться от них можно Измаил не стал убивать их, как остальных Яма для воды, куда Измаил бросил трупы убитых им людей Была той большой ямой Которую сделал некогда царь Аса Обороняясь от Ваасы, царя Израильского Эту яму Измаил, сын Нетынии, наполнил убитыми Яма для воды, куда сваливают трупы Да, то есть вот Страна уже перестает жить Страна перестает быть уютной для обитания Вот там, где собирали воду, там теперь трупы Причем, почему Измаил так себя ведет? Он что, по идеологическим причинам убивает всех, кто зававилонен? Да вряд ли Почему тогда он этих десять оставил откупившихся от него? То есть это уже вот такой чистый бандицизм анархический Измаил увел из Мицпы в плен всех оставшихся там людей Царских дочерей и всех прочих людей, оставшихся в Мицпе Над которыми Новозарадан, начальник силохранителей Поставил Гиделью сына Ахикама Ну, то есть Вавилоня не поставили его правителем Измаил, сын Нетынии, взял их в плен и повел коммунитяном На другую территорию, где, в общем, можно постараться скрыться от Вавилоня Иоханан, сын Корея Хаевого, и начальники узнали, какое злодеяние совершил Измаил, сын Нетынии Они собрали людей и вышли, чтобы сразиться с Измаилом, сыном Нетынии Настигли они его у большого пруда, что в Гаваоне Но, соответственно, другая группа либо мстит за своих убитых Либо тоже хочет управлять территорией Либо хочет перед Вавилонинами выслужиться Люди, захваченные Измаилом, возликовали, увидев Иоханана, сына Корея Хаевого, и начальников Все люди, которых Измаил угнал из Мицпы, повернули назад, присоединились к Иоханану, сыну Корея Хаевого Но сам Измаил, сын Нетынии, с восемью своими людьми ускользнул от Иоханана и ушел коммунитяном Иоханан, сын Корея Хаевого, и начальники, забрали с собой всех оставшихся людей Которых Измаил, сын Нетынии, после убийства Гиделии, сына Ахикама, угнал из Мицпы Мужчин, способных носить оружие, женщин, детей и евнухов Иоханан забрал их из Гаваона, отправились они в путь Они остановились в Герут-Кимгаме, близ Вифлеема, чтобы затем бежать в Египет От халдеев, которых они боялись Ведь Гиделию, сына Ахикама, убитого Измаилом, сыном Нетынии, сам Вавилонский царь Назначил правителем над страной То есть страна в разорении, в ней идет даже не гражданская война А так отдельные банды друг с другом воюют за ресурсы и контроль над территориями И неминуемо ждать приходится в Вавилонской каратной экспедиции По ходу дела все разбегаются кто куда может Чтобы в Вавилонии, не придя, конкретно их не убили Что же во всем этом делает Иеремия, прочитаем в 42 главе Продолжение следует...